привет друзья с вами ваймс и это вновь киберпанк 2077 и у меня две новости хорошая и плохая хорошая заключается в том что люди нашли как как выключить на парольный антиолейзинг так что она теперь не делает абсолютно минус глаза тем что мыло еще мыло и еще 20 слоев мыло а плохая новость в том что ставить какой-нибудь другой антиолейзинг я не знаю как может быть можно но я не успел разобраться с этим так что будут полосочки и все там подобное но на самом деле этому есть решение на твиче в правом нижнем углу есть такая такая шестеренка или что-то подобное там можно поставить качество типа не 1080 а там 480 или что-нибудь подобное тогда она будет выглядеть все равно лучше чем с темпоралкой но ну да но без полосочек но хуже чем чем в полном качестве надо через драйвер nvd пробовал не помогает может быть какой-нибудь fx скачать или что-то подобное но я это выяснил буквально за полчаса до стрима так что я не успел разобраться ну да также я загрузился чуть раньше чем в прошлый раз закончили до этого боя потому что я после этого боя не сохраняясь тут тестил всякие вещи типа настроек графики и всего подобного так что в общем я забыл сохранить сразу после стрима и поэтому загрузился чуть раньше чем конец стрима надо как-то так крыс спасибо за подписку 42 месяца подряд какой игры в последнее время ты ждал многого и она оказалась лучше твоих ожиданий секера не знаю я слегка слегка циник и никогда ничего многого не жду то есть если ауден ринг окажется хуже киберпанка я особо не разочаруюсь потому что я от него и так ничего не жду типа я хочу в него поиграть когда он выйдет но не более того а так что наверное doom eternal реально потому что вот от него я как бы ждал что он будет примерно как 2016 думал он оказался прям супер так что да это ответ на множество комментов название стрима не знаю это просто а ну ладно в общем да а еще одна вещь кстати интересно что не знаю как она будет с выключенной температурой работать но меня весь прошлый стрим бесила вот это ну так она выглядит хуже потому что она все мерцает но в принципе со включенной температурой она не мерцает так вырелиглазно как как сейчас но все равно точечки везде и это настройка не под поверхностное отражение screen space reflections которые и на самом деле она на максимальном качестве выглядит примерно так же как на как при выключенном то есть я прям особой разницы не заметил между максимум и выключенным но все между максимум и выключенным выглядит абсолютно вырелиглазно что с темпоралкой что без так что да а но давайте все таки разбираться с чем-нибудь с этими чуваками я еще раз наверное не хочу сражаться потому что мне милишка совершенно не понравилось так что пойдем пойдем делать что ничем что у меня в журнале было вроде бы у меня вторичных эффекта эффектов что а вторичных заданий нет которые я могу нормально сделать тут уровень угрозы очень высокий там просто высокий а это все завершено есть еще рандомайзер ори первого я бы скорее холлоу на это посмотрел рандомайзер но прям совсем ближайшее время не хочу ладно многие пишут что не видят разницы между низкими высокими настройками не я вижу очень большую разницу случае вот этих отражений я вижу очень большую разницу между выключенным и чем угодно между выключенным и максимальным потому что все что угодно между выключенным и максимальным выглядит как полное говно выключенное выглядит нормально прям совсем максимально выглядит примерно так же как выключено зачем почему она настолько череджопы сделано хотя это это большая часть этой игры можно сказать плане технической стороны как пример есть у меня что-нибудь прицелом у меня здесь что-нибудь прицелом и не могу это что-нибудь достать и прицель и прицелиться видим то что в мирной зоне но вон там вон окно которое появляется или исчезает зависимости от того подхожу чуть ближе или чуть дальше и она это делает очень заметно если куда-то в эту часть экрана смотреть и более того скажем вот эта вот труба она как бы меняет лоды и это понятно типа когда я подхожу к ней она подгружает более качественную версию трубы потому что когда я подхожу близко то эта труба круглая условно цилиндрическая если отхожу далеко то она там становится как они восьмиугольные что-то подобное это нормально почему она это делает с таким вырвай глазом эффектом чтобы прям привлекать внимание что о мы подгружаем лоды смотри чувак они становятся черными потом становятся нормальными почему во первых почему она так близко это делает они в два раза дальше во вторых почему она это делает с каким-то дополнительным эффектом из-за них настроек графики на максимальных она примерно так же может быть она чуть больше в расстоянии становится нормальным лодом но она все равно это делает с таким визуалом это ужасно про это же да только стом права к это еще хуже потому что гостинг ну ладно хватит про техническую сторону кибербанка давайте давайте все-таки играть давайте играть и давайте поедем туда между 18 и 6 сейчас по моему как раз подходящее время 1931 так что погнали скрытность у меня кстати так и не пофиксилась в том плане что ее приходится держать хотя в настройках выставлено что нажатия ладно и также я тыкал вчера настройки после стрима даже если прям совсем совсем все в минимум бить она в некоторых местах все равно проседает в плане ps и какой-то особой разницы нет в планете проседания между там средними настройками совсем совсем минимум типа вот на этой дороге когда видно много всего когда там какой-нибудь красивый вид на город fps дропается даже если поставить даже если поставить динамическое разрешение которое меня включено почему-то но даже если вы включите что она там дропает разрешение до половины когда мало fps она его дропает но она его дропает там через полсекунды после того как мало fps fps все равно дропается пробовал зажать клавишу скрытности потом escape потом отпустить стаус отпустить escape надо будет попробовать почему этот gps меня туда ведет видим потому что меня туда ладно как правление авто кстати как бы терпимо хуже чем чем что-нибудь но лучше чем что-нибудь еще короче не говно но и не супер в гта наверное лучше в мафии наверное хуже кроме этого я не могу вспомнить ничего такого что я бы играл недавно и в чем были бы машины лучше чем всякий джаст коз но он вообще говно в плане управления транспортом вроде чуваки почему вы стоите на въезде в парковку на парковку и так агритесь когда тогда кто-то въезжает что-то у него звучит так поменялось как удалось убрать антиолизинг на писи гейминг вики есть короче написано как если гейминг вики ком по моему ком там теперь панк и там нужно редактором секс редактором короче экзашник подправить чуть-чуть о чем я рада Я говорила. Да, это звучит проникновенно. Я понимаю, я в порядке. М-м-м. Некоторые вещи вы должны знать сначала. Пеналитеты невероятного записывания. Никаких драктов, никакого группирования. Если кто-то увидит его, вы не отрабатываете его. Вы найдете его в каталоге, спросите БД и получите себе боксу. Я реально смотрю на то, что я не знаю. М-м-м, двери открыты. Почитать. Это одна из тех историй, которые звучат или очень просто, или очень сложно, смотря кого спросить. Шельмы? Шельмы? Не знаю, куда удаление. Появились, потому что должны были появиться, уверенно заявляет Дженнис. Нас некому было защитить, никто не мог дать отпор тем, кто нас гнобил. Пришел взять дело в свои руки. В шельмах стоят те, чьего исчезновения вы бы не заметили. Секс-работники, нищие художники, отчаявшиеся бунтари. В общем, люди, к которым судьба оказалась не слишком благосклонна. Так, сегодня шельмы процветают, как и принадлежащий им бар Лизис. Один из лучших брейнданс-клубов во всем Найт-Сити. Его посещают люди самого разного социального положения. Менеджер корпорации преступники, поп-звезды и простые работяги заводов. Все они приходят выпить по коктейлю, отдохнуть и, главное, посмотреть верты исключительной красоты и качества. Правда, большая часть посетителей не в курсе, что баром владеет и управляет банда. Шельмы приглядывают за своими, как когда-то это делала легендарная Лиззи. Многие в Найт-Сити знают ее историю. Лиззи работала тут еще во времена стрип-клуба. Горд рассказывает Дженнис. Она помогала девочкам и следила, чтобы они получали деньги, а не по лицу. Однажды какое-то чмо, речь идет о члене банды Тигриной Когти. Так сильно приходила одну из стриптизеров, что Лиззи не выдержала. Говорят, она лично отрывала уроду его кошачьи яйца. Ок. Кровь и рвота потом отмывали двое суток. Конечно, Когти об этом узнали и убили Лиззи. Но все те о ком она заботилась остались. Они объединились, чтобы отомстить, и Дженнис сделает паузу. Дальше вы сами знаете. Ок. Это не открывается, это не открывается. Тут еще можно что-то почитать. Если вы любите брейн так же, как и мы, вам Лиззис. Лучшего бренданс-клуба в городе вы не найдете при всем желании. Лиззис – это современные кабины для бренданса, дорогая и надежная аппаратура, а главное – широчайший ассортимент, где представлено практически все. Там вы точно найдете то, что вас заведет. Медленное и чувственное, быстрое и энергичное, а также извращение на любой вкус. И пусть взгляды девочек у входа вас не пугают. К новичкам-то там относятся с опасением, но вскоре вас начнут считать за своего. Поверьте, после Лиззис конкурентам вам уже не захочется. А как же по смерти? Это уже совсем другой разговор. Да, там вполне можно отдохнуть и расслабиться, но по смерти – прежде всего место, где делаются дела. Хотите встретиться с фиксером, обсудить с клиентом подробности важного выступления за ремкой другой, или просто расслабиться и посмотреть, как туда-сюда становятся лучшие наемники и фиксеры Night City – по смерти – лучшее заведение для всего вышеперечисленного и, в общем-то, единственное. Все самые значимые мероприятия в городе проходят в Riot. Здесь вас ждет музыка с верхних строк-чартов, выступления местных и зарубежных знаменитостей, битвы диджеев, эксклюзивные музыкальные шоу-программы и презентации новых альбомов. Нравится? Значит, нравится то, что вам нужно. Ок. Это нормально приходить в клуб читать буквы? Да. Всегда так делаю. Ок. Привет. Привет. Привет! 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 Ведем в Евлене Парккера. Знаете, что она здесь? Кто ж за тебя? Наши это? Ви. Она и мой позволь. Ну, Ви, это пораж. Я Маттео. Так. как-то близко они камеры блин я не понимаю что эти иконки значит которые после диалогов иногда типа объектив 6 или как назвать это навык который нужен чтобы вариант был доступен ага понятно а воронец спасибо за подписку 5 месте квадрат можно что не залутать я тогда зачем мы сюда пришли дэкс 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 Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 А можно мне Добавил субтитры Добавил субтитры Добавил субтитры Допуститры Допустим Добавил субтитры 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 Субтитры Добавил 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 субтитры который тролли был или может быть чем-то еще вроде больше ничего тут не видно там камера там турель почему она все еще подсвечивает что то есть непонятно так же он все еще система охваждения это Продолжение следует... Тут только самоохраждение. Ладно. А что насчет термала? Что там, блин, всего в этой термальной полоске? Гоу с самого начала тогда. Продолжение следует... Ну, можно, конечно... Конечно, можно хранить чипы в ведерте с шампанским, но, по-моему, это так себе план. Ну, если тут подсвечивалось, что система охлаждения... Ага, там еще что-то? Потайной сейф? Там еще предметы с типовым изучением. Хочу еще что-нибудь просканировать. Ну, это просто холодильник. Не уверен, что это мне помогает. И в конце еще что-то... Ничего необычного. Ладно, выходим. Ты получишь все, что нужно? Да, это сделано. Спасибо, Джуди. Мы получаем. Ведер, Т-Бог. Доброе дело сегодня. До встречи. Я уберу токарь на вашу дата. Ты никогда не был здесь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 У него многоточие, потому что он печатает, типа, или что? Видимо, нет. Видимо, все. Тут вряд ли есть лут. Тут тоже вряд ли есть лут. Как тут дела? Игра в итоге понравилась вам? Боевка трэш. Производительность трэш. Атмосфера норм. И все такое. Так. Тут я что-нибудь могу еще? Ну, у него алкоголь. Удивительно. Ну, я пожалуй пойду. Спасибо. Погнали. Так, ничего ценного не вижу. Ничего интересного тоже не вижу. Поехали. Может быть, если я найду выход. Потому что это не похоже на выход. Это похоже на минус уши. Можно рандомно открывать все кабинки. По-моему, хороший план. Это здесь же. Почему у них, блин, головы не прогружаются издалека? Какого хрена? Это случайно. Ну, ладно. Ну, ладно. А, банды Найт-Сити? Банк. Как избежать конфликтных ситуаций? Животные. Эти звери далеко не безобидны. Они накачаны гормонами до такой степени, что больше похоже на горы мяса, чем на людей. Животные обычно не пользуются имплантами, за исключением внешних модификаций, которые должны сделать их похожими на зверей и птиц. Они очень часто проявляют агрессию и нападают без повода. Вопреки названию, у животных нет своей территории, стая этих жестоких гигантов встречаются по всему городу. Шестая улица. Издалека их можно принять за солдат в увольнении. Они носят военную форму, шикарляют нашивками с американским флагом и выкрикивают патриотические лозунги. Будьте бдительны. На самом деле, это опасные бандиты, которые могут перерезать вам горло под любым предлогом. Особенно часто их можно встретить в Висте Дель Рай. Шельмы. Красивые девушки и симпатичные парни будут заманивать вас в свои объятия, но не спешите поддаваться их чаром. Они любят пользоваться своей привлекательностью, чтобы очистить ваши карманы. Это в лучшем случае. Штаб-квартира Шельм считается грязный бар под названием Лизис, и это заведение лучше обходить как можно дальше. Мельстром. Если вы окажетесь в промышленной зоне Отсона, а мы советуем не оказываться там без вязких причин, берегите людей без лица. Это члены банды Мельстром. Она известна своими пугающими ритуалами. Например, на церемонии инициации всем новичкам вырезают глаза и нос и вживляют светящиеся красные импланты. Если эти люди делают такое друг с другом, что же они способны сосварить с другими? На этот вопрос лучше не искать ответа. Тигриные когти, неоновые татуировки с восточными мотивами, катаны, сюрикенные гоночные мотоциклы, неизменные атрибуты банды Тигриные когти, которые действуют в основном в Джапантауне. Вас не тронут, если вы не будете никого провоцировать, но опыт показывает, что спровоцировать когтей можно чем угодно. Валентина. Почему-то я сначала подумал, что Валентия какой-нибудь. Да ладно. Членов этой банды легко узнать по золотым зубам, золотым имплантам, золотым нательным крестам и золотым мачетам. Пусть вас не обманывает христианская символика. Валентина далеко не всегда готова возлюбить ближнего своего. Те, кто переходит дорогу, оканчивают свой путь на дне залива Дель-Коронада. Это из которого падра? Видимо. Видимо. Вудуисты. Эта банда базируется в пасифике, но жертв ищет в другом месте в сети. Именно вудуисты считаются лучшими нетрандерами в преступном мире Найт-Сити. Конечно же, это не значит, что они не могут дать отпор приличной встрече. Держитесь от них подальше, если не хотите обрести сходство с ритуальным черным петухом, остаться без головы. Аптечка. Мотерь. Угу. Но при этом новый чип. А нифига не понял. Это просто кусок текста был? Или это именно что? Новый чип какой-то, который можно куда-то вставить? Видимо, нет. Ладно. Тут у меня все еще те же две шапки. Золотые штаны более фэшн. Хотя и меньше, меньше защиты. Чип это тебе записки. Ясно. А также у меня был левелап. Ага, реакция это объектив. Поднокровие это инь-янь. Пишет ли оно мне, что чего-то не хватает, если мне чего-то не хватает? Не уверен. А, но, наверное, я хочу вкачать уставление здоровья. И я, наверное, хочу единичку в силу еще кинуть. Характеристика ограничивает максимальный уровень навыков. Не, я имею в виду в диалогах. Оно иногда пишет, что вот. Там. Короче, в диалогах иногда есть опция с секундкой навыков и с числом. Но пока что я видел только то, на что мне хватало. Каждый знает о Рейче Бартмассе. Бартмассе. Блин, я на прошлом стриме еще говорил, что Ай, о, в этом шрифте слишком похоже. Ну ладно. Никто не может ответить на вопрос, что им двигало в тот день, когда попала первая сеть. Дозор объявил его преступником. В новостях о нем говорили, как о сумасшедшем. Сколько в этих словах правды? Решайте сами. Мы публиковали им письмо, которое Бартмасс опубликовал перед тем, как запустить Рэббитс. Причина, по которой оно попало в руки исследователей, только сейчас очень проста. Кто-то не хотел, чтобы мы его увидели. Первая сеть должна была спасти нас, стать рупором для тех, кому затыкали рот, подарить знания тем, кто их жаждал, сблизить миллиарды разобщенных людей и помочь им понять друг друга. Все эти надежды рассеялись, как дым. Щупальцы сети оплели мир быстрее, чем мы ожидали. У нас не было времени задуматься о последствиях. Информационная супер-магистраль оказалась дорогой в ад. У нас отняли право на частную жизнь, свободу воли, честь и достоинство. Сеть должна была спасти нас, но сейчас даже у нее нет надежды на спасение. Каждый ее уголок поражен корпоративной плесенью, полон ямы ловушек. Сеть — это поток воды, который тихо втекает в наш разум, а затем замерзает, расширяется и разрушает нас изнутри. Но как бы ни был опасен лед, он на удивление хрупок. Один верный удар, и он разлетится миллионом осколков. Уже сегодня вы поймете, что я имею в виду. Ок? Ну ладно, я все-таки хочу найти выход, и по-моему, я ее нашел. Модные у чувака глаза. Можно мне тоже такие? Я выхожу, если что. Ну ладно. Так, можно позвонить сотруднице мельтех? Насколько это поможет? Не помню. Твич, кстати, да. Он вообще дропнулся или... Видимо, он вообще дропнулся. Надо. Она сейчас работает, вроде бы. Окей. Тут нет ничего-то... Ничего более подробного про то, что ей позвонить можно. Видимо, нет. Но также я еще хочу слегка посмотреть оружие. Почему у меня двустволка деэквипнулась каким-то образом? Действие невозможно. Почему? 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 Безумие. Ну ладно. Если я могу более крутую ппшку использовать. Но тоже не могу. А тут могу. А тут могу. Неясно. Ну ладно. Так же может быть апнуть от пистолетка каким-то образом. Если бы я знал, каким именно. Улучшение. Улучшить. И еще разок. И дальше недостаточных компонентов. Ну окей. Что это за куртка-самурайка? Я тоже не мог использовать до этого. Потому что сейчас у меня не такое. Ну, видимо, я не мог ее использовать. Позвольте. 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 Так. Тут стволка. Пистолет. Убрать оружие. Ну, поехали позвоним. Ей. Вроде бы. А что тут за сообщение? Угу. Это заказ. Так. Угу. Убить ее уехать из города, закрыть дело, сменить профессию в конце концов. Интересно. Угу. Но, по-моему, это... Блин, я не только кликаю. Это вот этот заказ? Да, это вот этот заказ. Наверное, все-таки сначала... Сначала позвоним. Будет ли какое-нибудь видео с мнением о киберпанте позднее на ютубе? Ммм, не уверен. Смотри. Смотри. А. Смотри. ну погнали встретимся этот человек стоял в метро твоей машины также так же почему я не могу нормально ехать не уверен ладно ну погнали встретимся в общем управляемость машин примерно так но не уверен последний стрим к киберпанку или еще будут наверное еще будут но не знаю в общем будут но и но не каждый день автомобиля как watch dogs а в первом было все совершенно ужасно в остальные не играл так что не тут лучше завтра ждать не в понедельник может быть на посмотрим то куда мне нужно было ясно видимо хотя и а а а а а а Ок. Are you here alone? Yep. Just little ol' me. It's the truth. Do a sweep, now. Now listen, please. This piece of shit, Ambity Gilchrist, is he your contact? Is he the one who leaked intel on the convoy? That guy? Never seen him before. Checks out. Listen, I know where the transport is. I can help you. Just want a favor in return. I told you! I fucking told you! I'm not the mole! Jesus Christ! Shut him up! Unhand me now before I- Her, you can let go. I wanna hear what she has to say. Couldn't have been chill from the stars? Shut the fuck up. Tell me what you want. I need a bot. Flathead model. Guys who ripped you off, haven't. Promise me that bot. I'll point the finger. You have a plan how to deal with them? Could you take it by force? But they're expecting payment, so... I could go that route, too. Fine, the latter. But on one condition. You pay with our money. No. 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 No, what's wrong? My offer just needs to be more. Mistake. Big mistake. Big mistake. No. 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 I'm not talking there. No. Yeah. Well, I have to believe that, There was the trailer, there was a joke, maybe, that I wasn't sure if I remember the Jason. Yes. And the record of the leak. There was one thing to they paid, andстав them, what you paid through it... I'm going to let $0 a hurry. Нет. А если разогнаться, получишь? А. Так. С таким управлением, может быть, не поможет. Ах, это норм. Но я не уверен, что все равно смогу тут твоих. Короче, ладно. Там есть лестница. Ах, это норм. Ах, это норм. Дай мне слышать, что ты украли. Ах, это норм. Ты ждешь долго? Моя мама всегда говорила, что patience укрепляет, так что... Т-бог показывает какую-то жизнь жизнь? Вы тоже говорите? Она была знакома и подняла работать с Дексом. Она уже подготовилась. Они знакомы, знаешь? Ты знаешь? Мы работали вместе с дексом. Ах, это норм. Так что, декс уже платил маэлстромерам для корпобот. Дело в том, что не может быть уверен, что гейнгунцы все еще готовы передать его. Он платил вверх? Их, ну... Ну, ладно. Давайте поймать эту теку. У тебя есть лицо? У тебя есть план? У меня нет ни чего, да? Ну... Это... ТыIEВ. Ты куда-то снегомернее. Это и Маэлстром. подожди это видимо это видимо подождать в смысле не начинать поезд пока что хорошо не флага У меня нет. Хочу поговорить с Ройсом. Декс отправил нас. Почта. Мы ждем. Можем. Они могут использовать несколько зубов, но... так не откажется хорошо но я почитаю большинство из нас заповедь буддизма кажутся по меньшей мере странными как бы вы объяснили жителям найти почему хикшу выступает против гибернатических имплантов я бы не сказал что мы выступаем против них каждый сам решает что делать своим телом главное чтобы это не вредило другим с другой стороны мы подчиняемся законам хикшу они запрещают вживление имплантов тем кто хочет достичь присветления откуда эти запреты каким образом импланты могут помещать вашему присветлению помимо прочего дело в их неопределенном статусе если можно так сказать что по своей сути есть имплант часть тела отдельный предмет ну ладно это слишком интервью ног озвучите русской нет есть на первом стриме я чат проголосовал за то что английская так что страдайте тут она мне пишет чего мне не хватает типа я мог бы что-то сделать если у меня были статы ладно 1000 ударов в секунду я не верила своим глазам на миг мне показалось что джессика заменила их на бракованную оптику кировщика пока я спала я бросил эту глупую мысль на секунду зажмурилась но ничего не изменилось вместо родного лица передо мной был хромированный череп который еще недавно скрывал искусственной кожи за распахнутой крышкой был реклам электронный мозг джейсон синген директора в чертях парень моей мечты оказался андроидом мы смотрели друг на друга в него в помолчании я спрашиваю себя неужели взгляд его прекрасный глубокий глаз был лишь имитаций идеально он главное выпить у там наверху какой-то зеленый лут прочность модификации одежда уменьшение длительного урона мне нужно было туда посмотреть типа ок что пока что интереснее сюжет или чтение книжек не уверен моя куртка более fashion рубашка также кстати у меня до очко способности есть уничтожение это дробовики и пулеметы уличный бой это это все ударным оружием на кулаки не влияет или что не уверен так но опять же не всем уверен что я хочу прокачивать скрытность может быть просто пистолет покажет типа урон пистолетов или крит пистолетов хочу это в смысле или или крит потому что он тоже есть ну думаю хочу ты так за три у меня будет еще одно очко способностей или нет потому что я не понимаю а не я понимаю это не то что я три поинта сюда вкинул это то что я пользуюсь пистолетами она прокачивается и потом у меня будет очко способностей ясно еще сто лет назад потеря конечности было в настоящей трагедии человек лишавшийся руки или ноги становился инвалидом терял трудоспособности как правило до конца жизни страдал от хронических болей более того люди с ограниченными возможностями часто сталкивались дискриминацией как активный отказ трудоустройстве так пассивный отсутствие необходимой инфраструктуры наши в наши дни финансово обеспеченные люди могут смело назвать потерю конечности мелок неприятностью сто лет назад роботы роботодатели шрифт почему работодатели заставляли подчиненных носить униформу ограничивали их выборы прически и запрещали татуировки и пирсинг чтобы повысить уровень продуктивности сотрудников многие даже нарушали их права к примеру увольняли беременных тем не менее в тот период было невозможно как-либо повлиять на физическое состояние работников все изменилось во второй половине 21 века когда стали широко использоваться импланты работодатели начали требовать от работников замены кожи костей мышц органов и глаз на более эффективные искусственные аналоги в исключительных случаях сотрудников охраны принуждают к полной физической модификации или киберизации киберимпланты наводнили рынок 75 лет назад но специалисты по технологической истории до сих пор не не могут сойтись во мнении одни утверждают что импланты способствуют прогрессу другие что они им препятствуют в этой книге мы пытаемся описать те перемены что прошли что пришли в нашу частную общественную жизнь вместе с имплантами что повлияло развитие технологии куда она может привести нас в будущем умное оружие пробовал в голову хорошо летит у меня есть какая-то умная ппшка но также ппшки это не кстати ппшки это винтовки да это ужасно я бы может быть умный пистолет какой-нибудь узел если бы он у меня был так у меня есть такая штука такая штука но также мне нужен смарт линк какой-то которого нет почему она тут пишет новое непонятно у тебя хилка может быть стоит такие хилки уже сколько их у меня гранаты и хилка это разные слоты них 8 нормально гранаты ну гранаты как и нельзя хакнуть блин слишком много слишком много стен текста техник 7 написано ладно можно ли вылечить киберпсихоз мнения на этот счет разделились еще несколько лет назад по всей стране были широко распространены сеансы так называемые бренданцевой терапии призванные отдалить больных от грани психоза больного сажали в особое кресло и подключали к особым зондам которые деактивировали все импланты затем его подключали к электродам вводившим его в глубокий похожий на кому брайн затем в дело шли лекарства психохирургия аверсивная терапия это была специальная программа лечения которая практически распутывала имевшуюся нейросоединение больного чтобы потом сплести их заново так киберпсихопат снова мог вернуться в социум по окончании терапии от приступов к киберпсихоза не оставалось и следа точно так же как и от личности больного но не волнуйтесь сейчас в лечении применяются несколько иные методы по крайней мере так говорят ок а я могу куда-нибудь выше условно могу но там ничего нет а так же у меня там были новые штаны и тоже кстати вполне фэшн эти золотые сочетаются золотой рубашки но у этих два раза больше брони так что может быть может быть вообще мускулы уменьшение урон от взрыва когда это вставил ли она уже было по дефолту ставлю ну может вообще в броню эквипнуться а то вдруг сейчас бой какой-нибудь будет короче так пока что почему там такая иконка не уверен бойлер взрыва опасно баллон с чем-то взрыва опасно что это ящики удаленная можно я не буду де активировать ящики по моему так себе план эволюцию спасибо за рейд а можно это возьму чтобы выпить газировку нужно забраться на ящик сначала окей что еще интересно там чувак может быть стоит чуваков подсветить заранее это вдруг что-то пойдет не так уязвимость 30 процентов электричество не ясно вот чувак подсвечен тот чувак не подсвечен там прожектор вроде бы на камера ну окей о лут хилка тоже неплохо и там еще лут тут еще и да так а мусорный контейнер это трупы трупы прятать мешок для мяса тоже трупы прятать боеприпасы а где тут было что то что можно прочитать чего кстати эти текстовые хрени всякие читаю но не не подбираю после этого не уверен олфудс это не только здоровая и полезная пища олфудс это пища будущего скоро компания олфудс представит пилотную линейку продуктов популяризирующих бренд новая говядина эти полуфабрикаты синтезированные на основе мяса плоских червей значительно ускоряют метаболизм препятствует набор веса и помогают выводить токсины из организма надеемся что скоро на привавка появится множество мясных продуктов нового поколения от олфудс а учитывая что у них на заводе теперь тусят какие-то чуваки шотганами и всем таким по-моему по моему население не оцениваем нас плоских червей сейчас не даже поговорить нельзя мясно тут еще хилка это еще копить можно и в целом мне в лифт чуая граната там еще лут на металла не пускают вроде ничего не пропустит они пропустил бы при вас для снайперских винтовок так и опять же не а взять это уже нельзя когда прочитал м а а а а а а а а Т-0, D-1-2, называемый Flathead. И? Что ты занимаешься? Гой, который я представляю, уже зарплатил брук за это. Я просто здесь для покупки. Я могу говорить прямо к Ройсу, если нужно. Нет, ты мне говоришь. Найдем Тум-тум. Теперь куча. Планета. Продолжение следует. Получил. А ты совсем точь, я ждал. Ну ладно. Ничем не есть, что с ним можно сдавать замыкание. Погнали. чак ты еще швелишься нет не нравится анализатор цели а ты тоже еще швелишься револьвер да вполне и почему они все шевелятся это не то что хотел хотел подобрать я все перезарядиться во первых а во вторых я хотел смотреть что у него зовут так верните мне мой револьвер он ты поясни стандартная электрический урон у них всех уязвимость электричества так что вообще можно сначала с этого снять прицел и глушитель и повесить их сюда обычно револьверы не очень работают глушителями но там было что-то они костюма но она была в плане костюма но она не идет полный костюм может отчет не понимаю она она была в торс новак и насколько она полный костюм кстати огня они этот не только все кликнуть и и можно шорты поверх этого идеально но наверное нет тут есть как бы слот для полного костюма видимо но почему-то она не туда идет надо этот розовый прицел у так ну это просто просто винтовка она по моему лучше чем моя ппшка так что почему нет чак я пытаюсь лутить вещи шортами круче у них защиты меньше так что тут есть выгодное предложение ну по моему брика не получилось обломать ройса потому что ройс жив а брик не очень по моему может быть может быть ты можешь нахоту разбирать предметы да есть есть перк что предметы хлам разбирает сразу как только подбираешь и можно даже без этого перка все разбирать ладно так думаю о том какой была сеть до бартмоса я вижу тысячи потенциальных угроз и тысячи возможностей та система могла рухнуть в любой момент с одной стороны и тянули на себя корпорации с другой враждебные и скины на рынках ценных бумаг творил хаос мутации вирусов не поддавались контролю а нет раннеров то и дело поджаривали в собственных домах а для бартмоса сеть была гранатой который не выдернули чеку именно это он и сделал и пускай все идет к черту вот только вместе системы вместе системы бартмос отмел на отмел всех нас а а вот гляньте как обстоят сейчас два блин взгляните как обстоят дела сейчас корпорации как и прежней высоте а черный заслон сетевого дозора который должен был защищать нас после падения сети лишь очередной способ держать нас везде до бартмоса сеть была неизведанными дебрями тот кто знал что к чему имел все шансы выжить в той сети мы были свободны после бартмоса сеть стала напоминать досмотр в аэропорту сетевой дозор на каждом шагу проверяет документы и заглядывает нам во все отверстия это разумеется на ради нашего же блага ок что это ворота можно я сначала залутаю все что я хочу залутать а потом буду прикрывать и кстати я наверное могу на эту винтовку что нибудь при приделать потому что у меня какие-то прицелы были так же у меня есть двустволка может быть это же стоит юзать электро двустволка и так же этот чувак тоже все еще жив чувак самогоном ок пистолет с высоким дпс мы кстати мясное наслаждение то у футс ну ладно ням чарви тут какие-то пушки почему я не могу их взять биберпанк 2020 учебник не имеет значения насколько хорошо вы что-то делаете пока вы производите впечатление что делаете это хорошо если что-то не получается будьте уверены что все выглядит так будто вы это и планировали в этом смысле послуха и клепки это серьезный выбор поз важнее всего если вы думаете опасно вы опасны если вы считаете себя попка его попка ок никогда не входить в комнату если туда можно заявиться не надо ехать медленно если можно ехать быстро бросать его двород подставляй голову никогда не играя перестраховываясь живи на краю окей это тот ящик который мне нужен а можно я сначала возьму все что есть здесь и еще почитаю видимо блин слишком много текста постели для футбола еще ни разу восторженные крики зрители не сменялись оглушительной тишиной так быстро как и часто в течение одного вечера прошедший масс матч между антикорсерс и сан-диего шреддерс окончился безговорочной победой команды из night city но все взгляды были прикованы как соперникам за время игры 7 игроков получили опасную для жизни травму и покинули поле в ави травма трое из них все еще находится в критическом состоянии такое происходит впервые за историю соревнований количество травм обусловлено тем что разногласия давно существующие между двумя организациями наконец достигли своего пика а дарнелл ирвинг главный тренер шреддерс не раз обвинял корсерс в использовании протезов созданных для военных целей однако представители корсерс всегда ссылались на то что в правилах нет четкого запрета на какие-либо импланты главный тренер nc даже заявлял что команда сан-диего что команде сан-диего тоже стоит приапгрейдиться чтобы потом не ныть когда их нагибают однако он не упоминал о том что nc-корсерс заключили спонсорское соглашение с корпорацией night и получили эксклюзивный доступ к оборудованию разработанному в ее сверхсекретной научной футбольной лаборатории впрочем не будем берздить старые раны фанаты сан-диего продолжают настаивать что использование военных технологий лишает игру смысл и ставит под вопрос будущей лиги в свою очередь футбольные аналитики и комментаторы считают что в спорте всегда была гонка вооружений так в 2064 году австрейский бегун доминик бом установил рекорд на барафоне night city не оставив чемпионом из чехии и франции ни единого шанса все благодаря партнерству вены с зетотехом ок мои глаза после после этих текстовых книг всяких блин там еще одна нет нет я не хочу но не это то что я уже читал да ура ммм ммм модель мт-0 д-1-2 ммм 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 приемли ммм ммм Огей. Я люблю тинкер с новыми герами. Тех поэтрия. Слышный птиц крома. Снежный вечер. Ха-ха-ха-ха. Надо найти здесь. У меня есть это. Бот и контроллер. И поехали! И... Какие-то левого апа. А... Я хотел... Еще больше хэдшотов пистолетов. Наверное. Еще единичку силы, наверное. Потому что здоровье, урон в ближнем бою, время захвата. Хотя еще всякие криты есть. Пока что села. Так, ну... Интересно, как мы отсюда выбираться будем? Нормально. Ну, видимо, так. Все нужно еще, чтобы пушки раз натягать на пулемет. Я точно знаю, нужно шасси. А... Ну, это пулемет. Типа на тяжелое оружие. Я как-то пока что больше по пистолетовым винтовкам. Угу. 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 Там идея с молоком. Еще порошок из личинок мочного червя. Ням. И куча спама. Животное, это хорошо. Ладно. Захватить удаленно. Окей. Это камера. И тут абсолютно ничего нет. Следующее устройство. Двойные двери. Как-то нигде никого нет. Это чуть странно. Камеры полезны, благодаря которым можно тупо всех врагов на луке отметить, но тут нет врагов. Как бы... Так-то да. Но нет. Ладно, выйти. На самом деле не выйти, потому что я хочу их выключить тогда, наверное. Может быть, потому что ты всех убил? Ну... Может быть, конечно. Ну, я как-то совсем чуть-чуть убил. Окей, тут еще силка. Включить. А можно узнать, что она активирует? Вот это? Или что? Вентилятор отвлечения врагов. Нет. Это не нужно. Нет, я не хочу лестницу, я хочу вот сюда подойти. А то тут всякий лут. Прочность модификации одежды, это хорошо. Опасная зона. Вроде тут подсвечивал врагов, или нет, не это место было. Может быть, это нет места было. Но это то место, где были камеры, и... Это было немножко мимо. Опасно. А, там вне лючок. А что мне нужно сделать? Не уверен. Оно написало в углу что-то, но оно исчезло до того, как я успел это прочитать нормально. Я думаю, замыкание. Также, я думаю... Электрошитган. Еще одна силка. Он живучий. Ну, или какой у меня электрошитган слабый. Скорее, второе. Дальше. 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 Ну, чуваку пофиг. Ладно. А если... А, тут дверь просто закрыта. А если так... Так лучше. Может, глушак снимешь? Он же урон вроде бы снижает. Он повышает урон из стеуса, но снижает урон просто так. Я, конечно, могу. Наверное, один раз стрелять в стаусе, а потом снимать глушак. Но я не уверен, насколько это прям хороший план. А можно я чувака подсвечу? А не дверь, которая, блин, будет светиться и мешать мне. Так, так, наверное, не стоит укрываться рядом с взрывающейся бочкой. Где еще враги? Ага, там еще враги. Ну, у него дверь открыта. Но ему пофиг. На самом деле нет. Там еще кто-то. Кто-то в той стороне стреляет, но это... Это в следующем помещении. А можно я полутаю то, что здесь происходит? А то тут вон что-то синее у кого-то. У кого-то, кто висит и не хочет упасть, поэтому я не могу его залупить? Или что? Не уверен. Так же не уверен, что это антитонатор? Вдорвать мину? Не уверен, что это сдава. Чувак, почему ты светишься синим, но при этом... Но при этом я не могу тебя залутать. Это нечестно. Я хотел перезарядиться, но она и так заражена. Ладно. Нет, камера, не делай этого. Но, кстати, кам... Чувак, дай мне пройти. Но, кстати, камера. С камерой можно поступить так. И тогда можно подтыкать это. Система наблюдения. Не хотите, да, рано. Тут только трупы. Тут тоже только... Почему тут всех этих чуваков не было, когда я их из соседних... Из соседнего помещения сканил? Ненависть. Там, где ты залез в цех, ты пропустил синий лут. В смысле? Типа в той комнате, а там вообще дофига всего пропустил, потому что... Потому что... Окей, а это двустволка более классическая. Клинок, термический урон. Позволяет клинкам богомола наносить термический урон. У меня их нет. Так что не позволяет. Теперь это дум? Может быть. Может быть. Что это такое? Типа где-то здесь я пропустил синий лут? Или еще раньше? А вот здесь, да, кстати. Берсарк сокрушение позволяет повышать вероятность критического попадания, когда действует Берсарк. Это не то, что мне нужно. Не, если бы тут была боевка, как в думе. Ну, хотя вон в рейдже боевка, как в думе, ему не помогает. Что это? Общение. Конвой и груз. Вот Антони Гилкрист. Это тот чувак, которого мне показывали? Вроде как-то похожее взвали. Да, тот чувак. Могу я теперь его сдать? Хм. Ладно, файл охраны транспорта. Информация об услугах охраны транспорта. Чувствование маршрута перевозки. КиберДНК. Ну ладно, это интересно, но не факт, что помогает мне. Нет, текст. Как работает Макс так. После выпуска первого издания этой книги, мне повезло встретить множество людей, чьи истории меня потрясли. Я беседовал с теми, чьих близких погубил киберпсихоз, и с теми, кто пытается от него излечиться, и с родными тех, кого я пристрелил. Ок. Без слов, понятно, что наши беседы не всегда были приятными. Со временем я понял, каких вопросов следует ожидать от читателей. Меня когда-нибудь попадали из огнестрела. Да, я давно потерял счет таким случаем. Кого было сложнее всего убийцей арестовать? Убийцу в торговом центре Golden Springs в 2063 году. Это был А. Не столько человек, сколько горотистанной и прочной искусственной кожи. Что является причиной киберпсихоза? Тогда узнаю, обязательно расскажу. Но на автограф-сессии в Хейвуде мне задали вопрос, который я никогда прежде не слышал. Есть ли в моей жизни что-то, что не дает мне спать по ночам? Размыслив над ним пару мгновений, я понял, что все-таки есть. Но это не воспоминания о выпотрошенных трупах жертв киберпсихопатов, и не вопли моих товарищей, горящих заживо. Как бы жестоко это ни звучало, такая уж у меня работа. Нет, ночью в постели мне не дает спать покоя... Что? Мне не дает покоя мысль о том, что я когда-нибудь могу стать киберпсихопатом. У моего тела вживлено немало имплантов, явно больше, чем у большинства. Я пытался заглушить в себя страхи и сомнения. Я осознаю, насколько хрупка моя человечность, то, что делает меня таким, какой я есть. Один плохо обрезанный нейрон, одна передозировка гормонов, и она исчезнет навек, оставив лишь робота, жаждущего убивать. Боюсь даже думать, что случится тогда. Эти кошмары до сих пор меня мучают, но я попросил жену хранить в тумбочке у кровати зараженный пистолет. Я попросил ее всадить мне между глаз все обоимы, если вдруг ночью я начну кричать или неразборчиво бормотать. Поначалу она была против, но наша любовь превыше всего. Благодаря обещанию моей любящей жены я сплю крепко, как никогда прежде. Ок. Крепко, но недолго? Микроволновка, взрывоопасно. Класс. Так, ну вроде бы тут все собрал. Почему этот синий лут не берется? Экатеризация не пройдена. Ммм. Удаленная деактивация. Чувак, отдай мне свой лут. Непонятно. Но... Данных нет, ясно. Могу я его таким образом... Да, да, могу таким образом вздавать. Это дополнительный лут. И огнетушитель. Который не помогает. Привет, чувак. А вот если бы у меня был глушитель на двустволке... Я бы его, может быть, даже убил. Что? Окей, чувак, беги, сражайся, а я тут пока почитаю. Психопаты из Макстака. Если по улицам разгуливает вооруженный псих, нас должны от него защищать. Защитить. Если офисный работник начнет швыряться столами и кулерами, его должны обезвредить и отнести... Отвезти в психиатрическую клинику. Нас должны ограждать от безумия в этом безумном мире. Но скажите честно, вы когда не чувствовали себя в безопасности рядом с солдатами Макстака? Вы из батальона максимальной тактической подготовки и в 90% случаев заканчивается убийством киберпсихопата. Вам не расскажут об этом в новостях и аналитических передачах, потому что все операции изначально рассчитаны на убийство. На все претензии официальный ответ один. Макстаковцы убивают лишь по необходимости. Не верьте. Им нужно порадовать прохожих, продемонстрировать кровавое торжество справедливости. А то, что при этом погибнет несколько мирных жителей, считается неизбежным злом во имя высшего блага. Вот только чьего? Мне довелось лично наблюдать за одной из операций. Вооруженный до зубов киберпсихопат ворвался в торговый центр и застрелил в семерых, а потом впал в состояние кататонии и начал что-то бормотать себе под нос. Через несколько минут прибыли макстаковцы и тут же открыли огонь, чем снова привели киберпсиха в бешенство. К тому времени, как военные отцепили этаж, погибло 25 человек. Оглушительный успех, правда? Ждете кульминации? Вот она. Все макстаковцы прежде были киберпсихопатами. Все до единого. Сегодня они убивают на улицах невинных людей, а завтра надевают сеющие доспехи и становятся храбрыми рыцарями. В итоге почти каждая операция макстака заканчивается бойней. Совпадение? Падаем. Я почему-то психопас вспомнился. Ну ладно, неважно. Важно, что есть еще лут. Кто там в кого стреляет, если этот чувак сюда портнулся? Там второй сезон вообще стоит смотреть. Ну он значительно хуже первого. Так что может быть и нет. Про все, что было после второго сезона, ничего не скажу, потому что не видел. Там кто-то меня засекает, но я не понимаю, кто. Камера. Выключить. И расстрелять. Там что-то было после второго сезона, фильм и... Еще один сезон, который ребут или что-то такое. А можно я буду подсвечивать того, на кого я навожу прицел, а никого-то рандомного... Ничто-то рандомное рядом с ним. Хм, стоп, это трубы, которые взрываются. Удобно. А-а-а-а! Го-го-го! Го-го-го! А-а-а-а-а-а-а! еще это уже взорвано это уже взорвано ладно не дарод немножко садят можно вы не будет так и пошатить нас идет уставка оцени так оцени уже уже слегка и она не очень во это тоже что-то синя анализа цели еще и краткоствол прокачался типа я подкрался сзади к чуваку с дустволкой и выстрелил в него пару раз и ему пофиг ну не пофиг ему там половина хватит всего но я как-то больше ожидал о нет там еще лор а это не открывается это кстати тот же самый зал понятно классные кеды ну чтоб если здесь еще какой-то лорд это может быть что то что я уже читал нет видимо нет руководство для соло видите себя в будущем легендарным соло конечно видите иначе зачем вы взяли в руки эту книгу вы хотите чтобы вас уважали боялись превозносили возможно вы слышали от кого-то что я всех побеждаю одним взглядом без единого выстрела что ж открою секрет это правда и вы тоже так сможете если пройдете через ад столько раз что собьетесь со счета тысячи перестрелок миллионы пуль сотни литров крови в том числе вашей вот что вам следует ожидать еще вам понадобится хороший рипер который заслуживает доверия такой с которым вы станете чумбами на всю жизнь и которые каждую неделю будет вам говорить странно что тебя еще не одну лили если вам повезет конечно а в наше время все у кого есть большая пушка куртка из синтакожей и мини базука у меня от себя крутыми соло вот что я вам скажу прикончить пару тройку отморозков с улыбкой на лице не так сложно я знаю одного рокера он однажды подорвал целый отряд корпоратов думаете он после этого стал соло нет он после этого стал трупом все еще хотят видеть свое имя в списке лучших наемников славно значит эта книга то что вам нужно а блин тот факт что прицел остается во время интерфейса этих книг и он иногда загораживает всякие буквы это немножко немножко неудобно ну ладно если где то еще что то еще вроде бы нет ну хотя вон там учат и где то кто то еще орет системы наблюдения выключить нет почему потому что она сломана нахрен ладно справедливо хорошо ммм дробовик игра лучше девуса или про не вообще ни в какое сравнение не идет с девусом в том плане что девус в миллион раз лучше это я уже читал про и вообще не о том да про и вообще не о том кроме того что он в жанре похожим так что с проем как-то не сравнивать а девус и как киберпанковская игра в миллион раз лучше и боевка там в миллион раз лучше насчет рпг ну рпг часть по они прокачки и всего такого там тоже мне кажется лучше насчет сюжета диалогов пока что ничего не могу сказать как тебе игра в целом одним словом а если бы она работала без проблем вообще и в ней не было багов и в ней все было хорошо там с оптимизации с графоном и всем таким то довольно неплохая не лучшая игра тысячелетия этого года этого полугодия или чего-нибудь такого подойди к тому плакату который миксит к этому ок 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 о человек Что там насчет? Ммм, оно мне показывает, сколько я ему урона несу? Блин, вот У меня пушка с бонусом из стауса У меня, в принципе, наверное, какой-нибудь бонус из стауса есть В голову, и я сношу ему четверть хп Или нет? Ладно Тогда окей А ведь счете Вам понравится У меня тоже есть граната Что я могу с ним сделать? Змыкание А ты его убил вообще Класс Ну, тут были всякие турели и прочие мины когда-то Но хотя мины я вроде бы взрывал Возможно все Возможно нет А я перегружен Всегда мечтал У меня был уровень недавно Есть ли у меня Да, у меня есть Чтобы вкачать Приносимый вес Запас выносливости, запас здоровья Это, наверное, довольно неплохо Но я думаю, мне нужно еще больше урона От хатшотов Так, а что это такое? Останок для балансировки колес Ладно Так, а обратно туда Вот так У тебя же миллион пушек с врагом Просто разбери их Я не хочу Ковыряться в инвентаре 15 минут Во время Боя с врагами И во время прохождения Какой-то локации Это, по-моему, не суперинтересно Ну, не знаю Почему у меня не получается выключить? Потому что это, опять же, сломанная камера Мы ждали 50 лет и, наконец, дождались Третью и заключительную часть культовой серии No Life Можно будет приобрести уже завтра Как уже было объявлено Главный герой останется прежним Нам предстоит движиться В роль сильного и мучаливого ученого Барона Фрайминша Ок Кто тут, блин, агрится, орёт И всё такое делает Где именно? Тут геймпы, в принципе, не очень интересны Можно и на инвентаре покопаться Не, ну так-то да, но Но что эта игре даёт менеджмент инвентаря И ограниченный переносимый вес? Зачем он здесь? Для галочки? Потому что в Ведьмаке было А в Ведьмаке было, потому что в других Open World RPG было А можно это возьму? Паяльник Ок Получить с патчами стало? Никаких патчей не было С прошлого стрима Так что всё осталось так же Почему я не могу подобрать пистолет? Она мне подсвечивает его, но я не могу Вот, я могу её подобрать Просто Сильно не сразу А можно не отключение врагов, а дверь открыть Хотя дверь и так Откроется Опс Я не думал, что тут будет Асфальт Этот чувак Нет, чувак Но его можно замкнуть И он вполне вызовем К электрическому урону Оу Выстрел в голову Ноль Ха Оу В силах Ужас Держите Откроется Мом 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 Игрок Смасш это что-то а 82 это лучше чем чем не 82 также все 5 1 со все еще что вобилку на может нужно вот может быть но у меня не особенно не особенно есть ау память и кажется может быть нужно взять вот эту хреновину который лежит потому что она выглядит как тяжелое оружие но он так стоит что к ней не прийти не принципе это может нормально нормально в том плане что я дамажу я не знаю насколько это нормально не это просто какое-то оружие было который выбирать у меня нет модификации которая позволяет меня в бою регенить память с другой стороны у меня есть пистолет он еще жив или что получение культовых предметов получили культовые предметы документации по моему мне такой туторию уже выдавали когда я уже получал пока чувак но как босс файт странный это все что я не могу сказать тут вся боевка немножко странная так ладно давайте разбираться интерьем нет это не только не то что я хотел во первых есть ли у меня хоть одна новая шапка нет есть миллион новых курток и все такого эпическое ну кстати довольно fashion и что нам подходит что насчет всего остального просто куртка пиджак у меня уже был очень длинный плащ можно отзумить ну короче лучше всего байкерская куртка с шипами она вполне подходит очки ничего нового тут ничего нового ну хотя по моим такой футболки у меня не было на но это намного лучше смотрится штаны может быть это выглядит так себе а это выглядит неплохо кстати и она лучше чем то что у меня было старый фильм не может разбирать сразу но какую-то да я могу даже из-за меня что забрать рип шорты рип эти штаны рип эти штаны забег в дань ради штанов ну типа того вот это вот fashion а это немножко больше дефенс кстати лучше подходит так но в особом все еще ничего нет куртках от жилет мне не нравится это дефаутная куртка пиджак мне вообще не нравится короче так наверное пока что и так наверное пока что теперь что касается оружия электромагнитный пистолет редкая культовая сильно больше дамага но он электромагнитный может заряжаться и совершать усиленные выстрелы а мой тоже электрический револьвер может быть не уверен ладно это явно более хороший пистолет можно сортировку по типу какой-нибудь чтобы пистолета были с пистолетами еще бы интерфейс более нормальный был вообще круто ну ладно прицел плюс не настолько минус глаза может быть а и у него нет стволов у него есть модификации которых у меня не имеется ну ладно вторичка я не уверен что шотганы это хороший план может быть такой хотя у него еще меньше тпс электромагнитный 2 ствол это типа автошотган смотрим может быть юзабельно и сюда какую-нибудь винтовку или ппшку мне все-таки там был ручной пулемет просто я не могу его использовать ясно блин а можно где-нибудь на этих пушках показывать сколько у них дпс чтобы не нужно было на каждую наводить ну или вообще в идеале можно просто более нормальный интерфейс в принципе и сортировка сбивается это 89 и 4 ппшки все хуже ладно прицелы такой глушитель не уверен что нужно на винтовке он дробовик ничего не вешает на дробовик прицел тоже вешается пусть будет но хотя нафига он ему окей теперь все вот эти вот винтовки разбирать тяжелый пулемет разобрать потому что я не буду хотя он стоит сотню стоит может его продать просто с другой стороны у меня 20 тысяч так что разобрать умный пистолет пулемет я оставлю двустройки наверное все по разбираю они меня как-то не впечатлили необычные не электромагнитные во 20 тысяч время отдать долг может быть так что я сюда могу поставить позволяет видео на поражение при взрыве ваших гранат превращает урон от вашего оружия в несмертельный автоматически подсвечивает врагов которые вас заметили это мне кажется полезно а это можно разобрать и она все равно тут остается висеть потому что интерфейс да потому что интерфейс замечательно я разбираю она разбирается дает мне всяких вам но я могу его нет и не могу его использовать мне нужно его кликнуть чтобы она исчезла а тут тут все то же самое ладно а тут тут абсолютно ничего можно я не буду убирать оружие рандомно 12 всего лишь и он стреляет по 2 не уверен что это пистолет лучше ну что прицел и тут основном ящики с патронами и мусор почему он подсвечен как не уверен 2 чека я зовут у да нет тут только что что-то мне подсветило ясно и назад я вернуться тоже не могу видимо разве что каким-то очень наркоманским платформингом или пройти через через это но она заперта это не заперта наверное кстати электромагнитные гранаты были бы полезны против этого босса ок возвращение графа вампира turbo дракула мрачная жестокая приключенческая игра где вам предстоит стать кровожадным обладателем острых клоков графом дракулой на сей раз он воскресает в обличье цифрового клона и получает хромированное тело его жажда крови остается прежней взречившись помощи наследников старинного рода он объявляет войну жестокой корпорации хельсинг в голове которой стоят братья демона манчестер ок интересно а ну за лутом я вернуться не могу так что поехали отсюда видимо хотя вот тут еще что-то тюка и и и и и и и и Я не мог бы сделать это без тебя. Флот-хедед ваша. И осознай нас даже. Я хочу периметр. Сверху. Время, когда мы были на пути, маммита. Блин, Ви. Я не уверен, что мы выйдем в один кусок. Я не уверен, Ви. Я не уверен, Ви. Я не уверен, что это такое? Вы чувствуете все хорошо? Да, я хочу чтобы... Мы все вместе. Я люблю как мы делаем. Я тоже, Ви. Я тоже. Я, дай Дексу, что мы получили его штуки. И я говорю, что мы встали в афтер-лайфе. Ха-ха-ха. Я знаю, что мы делаем. Я знаю, что мы делаем. И потом, Ви. Как дела выглядят, мисс Ви? Убила бот. И как идти? Убираешься в каких-то проблемах? И что, с точки зрения Милитеки? Убираюсь в Стампе. И? Убираюсь. Убираюсь. Убирая Мереда. Убираюсь в мою голову, что она будет оставаться на табе после твоего плохого дня. Убираюсь, мисс Ви. Убираюсь, мисс Ви. Ну ок. Еще левел. Еще левел. Отлично. Открыть способности. Что я хочу еще вкачать? Больше уронов отчетами? Или я уже не могу? Не, я уже не могу. Аааа. Хм. Урон по врагам, находящимся более чем за 5 метров от вас, увеличивается на 15%, это неплохо. Последний патрон магазинов наносит двойной урон. Криты увеличиваются. Урон по конечностям. Если оружие полностью модифицировано, вероятность крита при стрельбе из пистолетов и револьверов повышается. Активируемая. После обездреживания врага скорострельность пистолетов и револьверов повышается на 5%, на 6 секунд суммируется. Можно стрелять во время уклонения. Уклонение не повышает маневренность. Отдача уменьшается. Урон по врагам на лоу хп. Последовательные выстрелы наносят больше урона, это хорошо. Но это нужно 14 навыка. Урон не зависит от дистанции, это тоже хорошо. И криты от хатчатов. Но не, что в технике. Тут крафт и инженерное дело. Меньше урона от взрывов. Может быть, больше вероятность найти модификации. Дополнительный урон гранатами тоже звучит как хороший план. Я ими пользуюсь. Отрикошетившие снаряды, коэффициент заряда электромагнитного оружия. Короче, тут все электромагнитное оружие и... И урон роботам. И гранаты. Ну и крафт. Есть как хапнуть память или ее перезарядку? Должно быть в интеллекте. Объем памяти плюс 4%. Тут должно быть, кстати, что она регенит. По-моему. Во. Четыре единицы памяти за каждые 60 секунд. Да, это нужно. И просто интеллект, наверное. Окей. Платва? Нет? Не платва? видимо не плотва что там еще закончил пропуск вышел легает просто следующий я почти могу отдать деньги чуваку я могу пойти еще раз попробовать сразиться с тем чаем или с тем чаем слева на миникарте у слева на миникарте страны этот канал а вижу не уверен что сойдет посмотрим там заказы есть че-то шевелись по фам я не уверен но хотя не у меня вроде бы сюда может быть сойдет может быть сойдет потом какие-то перестрасти внизу не хочу можно на вылезти все-таки то это она на карте отмечено нет или да или нет я верен из них даже деньги не дают вроде бы жертва так короче этот чувак этот чувак этот чувак и этот чувак четыре чувака а да это не револьвер это хуже револьвер был удобнее а это еще обертвой винтовка нехорошо а можно и граната не будет взрываться в воздухе рядом со мной скрытность я не уверен блин это пушка еще не убивает их снайперку надо может быть и я 2 и и и но как тут страшные боеприпасы и ничего особенно полезно так неинтересно умный пистолет зато кстати как теперь обратно выбрать на она хотя лестница так я думаю все поменяют пистолет на револьвер модификации увеличивает урон конечности мне это не интересно зачем добивать потому что я могу потому что я могу не оставлять же свидетелей чёки со мной буду драться ночью вообще о ёлка можно лестница можно я не буду падать вниз как только я забрал да 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 это мы в прошлый раз уже видели это мы в прошлый раз уже слышали одно у меня уровень выше и броня лучше все там подобные не верю что она влияет на это видимо да видимо влияет можно еще раз а и и Вы можете читать свои мнения? Нет, нет. Один человек. Один человек. Один思ы. Если это было случилось, я бы на схитозе медицинской. Великолепно. Хорош, что ты с вами перейдёшься от циркуса в рейтинге. Дай мне раздражаться. Эй! Я уверен, что Риппер не поднял ничего другого. Я чувствую, что я боролся против четыре левого. Идеально. Так, ну ладно. Ну, продолжаю. А, стоп, что там? А, отвлечение врагов. Не то, что мне нужно. Погнали посмотрим заказ. Нейтрализация на самом деле нет. Может, по-моему, это новый уровень? А, не то, что я хотел. Новый уровень способностей. В общем, это где-то рядом вроде бы. Так, а что тут у меня есть интересное? Взлом протокола длится на 20% дольше. Массовые уязвимы снижают физическое сопротивление. Обезвреживание. Обезвреживание врага, на которого действует скрипт, мгновенно восполняет одну единицу памяти. Это полезно. Италаннер, который пытается возломать, становится видимым. Это может быть тоже полезно. Документация для создания необычных скриптов. Какой уровень сложности предпоследний? Может быть, стоит разок взять урон оружия с глушителем? А невозмутимость это всякие... Да, это какой-то стакующий сбав. Ммм... Просто плюс урон пусть будет. Блин, как-то оно все равно все мерцает. По крайней мере, вечером. Не поможет? Нет. Что еще тут можно полностью выключить, что не полностью выключено? Не уверен. Ладно. Можно игру выключить. Я бы хотел выключить разрабов, которые делают игры с таким графоном и такой производительностью одновременно с этим. Что там, кстати, за иконка? Там магазин одежды? Выше. Как мне туда подняться? Ясно. Как мне туда подняться? Ясно. Ясно. Да? Ты готов? Ну вот. Нельзя купить у него иди. Почему? Продолжение следует... А можно это как-то потестить? Перед эквипом? Это какая-то ушанка. Звучит как план. Ну, кроме этого, не знаю. Тут куча всего, на что мне не хватает статов. Типа, я недостаточно крутой, чтобы носить кепку. Самое идиотское, что есть в этой игре и во всех остальных RPG, в которых это есть. Есть ли что-то более защитное? Чем то, что у меня? Это? Эти штаны и эти шорты. Без уровней было бы сильно лучше, естественно. Любая игра, в которой есть уровень шмота, была бы без уровней шмота сильно лучше. Как без уровней самого шмота, что типа вот есть такая юбка, есть такая же юбка на два уровня выше, только такая же на больше дефенса. И также требования к уровню у шмота, особенно если этот шмот это просто одежда какая-то, это немножко идиотская хрень. Особенно требования уровня конкретного. Типа, я понимаю, там вот ты не можешь носить тяжелый доспех, потому что у тебя недостаточно там силы или выносливости, чтобы его использовать или еще что-нибудь такое. Это еще более-менее не работает. Но у тебя недостаточно уровня. О Нёке такого не скажешь? В Нёке... Ну как бы в Нёке вся боевка была бы лучше, если бы там не было такой... Как это сказать? Там хорошая система лута в плане его апгрейдов, кастомизации и всего такого, но конкретно уровня... Короче, не знаю. У меня есть модная шапка, остальное не важно. Ну и как бы в Нёке опять же нет требований к стату, к статам вообще... Ну, там есть требования к статам именно, но не к уровню. А-а-а, так, меня сюда, меня сюда. Как-то выключил сглаживание. А на PC Gaming Wiki есть... Есть гайд, по сути. В Нёке системы прокачки уровня весёлые, без неё было бы скучнее. Не уверен. Там как бы с одной стороны вся игра пролут, так что там это немножко лучше работает. Ну и опять же требований к статам там, требований у шмота там, у оружия вообще нет никаких никогда. У брони есть конкретным статам, что типа вот нужно иметь достаточно выносливости, чтобы носить тяжёлую броню. Что опять же, значительно более логично. Чем ты сейчас не можешь эквипнуть эту шапку, ушанку. А потом ты убьёшь двух бомжей и сможешь её эквипнуть. Потому что ты магическим образом познал суть шапки, ушанки. И у тебя появилось тайное знание какое-то, которое позволяет тебе эквипнуть шапку, ушанку. Кудей, что ты ждёшь? Это кабуки, не Норто ОК. Что ты знаешь о кабуке, дурный немецкий? Давай, я не знаю это. Я не боюсь о любви. Попробуйте анти-виф-таблет для этого меба. 15%? Ну, я не куплю. Ну, ну, расспросить это хорошо, так же тут кутар уже продаёт. Это интереснее, может быть. Если я пойму, как туда попасть. Типа так. Типа так. Эй, как дела? Репутация. Я недостаточно известный, чтобы использовать эту пушку, видимо. Что, опять же, суперкруто. Ну, ладно. А, револьвер? Лучше моего. Легендарный? Ну, он и стоит 16 тысяч, так что не. Тут есть электромагнитная снайперская винтовка. За 5 тысяч. Но, наверное, нет. Наверное, я могу немножко своего хлама продать. Но он довольно дешёвый. Эту пушка, если я буду продавать, она будет продаваться с модификацией сразу, правильно? Потому что модификации, блин, привязаны к пушкам, и нужно 15 часов их переквипать туда-сюда, чтобы их снять. Хотя, на самом деле, эту винтовку я в любом случае не особо хочу использовать. Ладно. Я не хотел доставать пушку. Я хотел пойти на рынок и расспросить. Тебя можно расспросить? Нет. Можно расспросить тех, у кого иконка. Может быть. Или нет? Или это просто бандиты? Можно не взлом, а всё-таки данные. Почему он разыскивается на мне награда СЦ-60, это что? Репутация? А можно мне деньги? Качественные награды, а не репутацию. Нихао. Ладно, я всё ещё не особо уверен, как именно можно кого-то расспросить здесь, если никто со мной говорить не хочет. Тебя может быть? Угу. Она не подсвечивается, как уже... Ты половина манта, половина мегаблок. Не часто я вижу риппера в риппера, как это. Многие люди не понимают, что мозг функционирует лучше, когда это связано к реальной, не синтетичной мускулатуре. Возвращайтесь даже с одной рукой, и вы увидите в концентрацию и overall здоровье. Сибер-вэр больше вреда, чем в помощь. Не хорошая маркетинг для риппера, док. Нет, но я не слабо биз от кромеров, как ты. Ну ладно. Почему-то оно не отмечается, как уже использовано. Что тут есть? Доступные предметы 3. Ничего не могу использовать. Доступные предметы 0. Понятно. Доступные предметы... Не хватает репутации. При получении урона шанс выпустить мощный разряд тока, наносящий урон врагам поблизости. Ладно. Здесь... Целится и стрелять во время уклонения. Замедляет время, когда вас замечает враг. Маневренность на 3%. Не уверен, что оно особенно нужно. Показатель брони на 200. Но за 14 тысяч. Интересно. Так. Грузоподъемность на 20%. Скорость атаки. Но это в ближнем бою. А вот грузоподъемность, наверное, взял за тысячу всего лишь. Ладони не. Смартлин, кстати. Но я не могу его использовать. Руки не. Ноги не. Операционка. Тут 4 слота и базовый объем памяти 6. А тут 2 был. 4 размер буфера, 2 ячейки. 7 размер буфера, 4 ячейки. Это прям сильно лучше. А это примерно такое же. Но. Полторы тысячи, а 15 тысяч за штуку. Дороговато. Ладно. Что он еще продает? Максимальный заряд и уровень усиленного удара. Да. Позволяет создать модификацию импланта. Не, ну это хорошо, но мало что мне говорит. Ладно. Я сам могу как-то эти... Эти вещи модифицировать нет. То есть я могу модифицировать их, когда у меня есть модификации, но у меня их нет. С кем еще можно поговорить? Отмечаются ли как-то те, с кем можно поговорить? Не уверен. Тебе можно поговорить? Не уверен. Не уверен. Не уверен. Не уверен. Ну ладно, допустим. И все, расспросите-то просто, чтобы узнать, где она. А не то, чтобы какую-то информацию о ней узнать дополнительно. Ладно. Допустим. Заплатить 151. А можно? Можно вот так. Это намного лучше, по-моему. Ряд приветствовать вас. Здесь три. Ну. Применить техническое умение? Класс. Фига тут лутов. Так, это что? Так. Добыча данных, добыча данных, добыча данных. Большое количество евро-долларов, компонентов и еще чего-то. Окей, 55. Одинца. Не выполнили. А-а-а. Угу. Нет. Ладно, я не особенно понимаю, как это работает. Но, видимо, не так. Файлы? Список гостей. Я мог так просто сделать. Ладно, ладно. 303. Но это я уже знаю. М-м-м. Угу. Принчинец номер 33, который все время громко с ним трезвое разговаривает, в том числе и глубокой ночи. Ок. Ладно. Что тут еще интересного? Почему тут пишет просто открыть заперто, а тут я взломал, типа, дверь? Если у меня будет больше скилла, то я смогу взломать эту дверь. Или нет? Так, и мой номер какой был? 203. Видимо, этот. Круто. Тоже точка доступа. И куча денег. Почему нет? Я не уверен, что это мой номер. Но в нем есть лут. Это главное. Уметь лут, который не берется. Ну, что поделать? С этим ничего нельзя сделать. Тут можно еще что-то повзламывать. Большое количество евро-долларов. Здесь мне нужно 1С, БД, БД. Типа, так, так, нет. Так, так, так. Ок. 303. 303. Легендарные компоненты для скриптов. Ок. Ну, мне сюда. Ну, сначала необычные компоненты. И прочий лут. И посмотреть, не открыто ли что-нибудь еще где-нибудь еще. Но нет. Применить техническое умение. 5 из 6. Не выполнено. А, наверное, вариант это дождаться дня, может быть. Или вариант через какой-нибудь балкон зайти. Или вариант докачать техническое умение, но у меня нет. Нет навыков. А-а-а. Во. А-а-а. Нет, нет еще один путь. Кто выставил его? Дай мне имя. А-а-а. Открыть эту исследование. Это в вашем интересе. Это опасно? Я бы напомню тебе, что ты в этих красочках. Нет лица для осознания, да? Да, это опасно. У меня есть рак? Приняйте. Приняйте, это последняя warning. Смешайте, милая. не могу я хакнуть увы я пытался так а надо было сразу прочитать на пасек так 1 могу ли я что-то здесь еще полезно достать кроме пистолета может быть и увы с ней можно было проработать наверное да но для этого нужно выбирать не те варианты ответа которые я выбирал явно что-то еще здесь вроде нет последнего честного полицейского грохнул ну это киберпанк тут не нужны честные полицейские современные группы нетранеров одной из самых известных нетранерских группировок современности считаются переводчики ее четверо часть участников известны под все знаниями dd ap sky bpm в основном организуют нападение на крупные брендант студии первые кибератаки переводчиков были нацелены на крепости данных в которых хранились еще не выпущенные бренданца участники группировки редактировали записи заменяя положительные эмоции по отношению к корпорациям на негативные и удаляя логотипы размещенные в рекламных целях действия нетранеров получили наибольший резонанс в июле 2076 года после премьеры отредактированного бренданца набег на пустоши тысячи жителей сиэтла вышли на антикорпоративные митинги в результате инцидента бренданц студии усилили меры безопасности а переводчики были официально признаны террористической группировкой угрожающей общественному спокойствию а в ответ четверо нетранеров стали вновь вносить изменения через каналы потоковой передачи после недавних манипуляций бренданцами ярос пустыни и раб наблюдательного совета они надежно закрепили за собой репутацию опасной нетранерской группировки которые готовы отставить свои принципы несмотря ни на что ладно покинуть территорию на улице на меня теперь будет агриться или нет видимо нет это это куда вообще это куда-то дверь не закрыл она да ок плюс деньги и плюс легендарные ботинки в рандомной коробке вот по где ты так ну набора одежды защитный костюм рассаде не уверен тем более он не дает никаких дефэнсов так что не обойдусь легендарные ботинки сильно больше брони не особо fashion но почему нет тут кстати вот у меня был противогаз но блин это противогаз он не фэшн так что я разберу и трешевые очки другой трешевой противогаз это просто шкурка одевающийся поверх остального и клип ну я понял но она выглядит так себе зачем ладно тут у меня ничего лучше нет зато у меня есть пафа может пойти отдать долг наверное правильно потому что у меня есть деньги и это куда это вперед а почему-то палец а и перевернутая машина что тут произошло они меня согреться если я подойду это не ничего не было ладно неважно наверное этого не мигают красный на карте а что там стал 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 что тут что-то на карте было знак вопрос какой тень а так подсветить 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 только трое не а там 4 подсветить замыкание блин чувак ближний бой это не особенно хорошо когда мировая обезвредить преступников обезвряжен как-то и найти улики дробовик это не улики дробовик это мое новое оружие может быть чего не используешь пока ты уклонения вот эти вот уклонения меня дико бесит тем тем что они на двойной клик а подкаты иногда использую вроде но но как получится зачем если можно просто убежать ок немного не там где обычно ок вот два три два восемь это поможет или это просто не уверен управление снова говно никогда такого не было и вот опять ну блин это разрабовать бака у них не бывает управление не говно и боевка не говно и все кроме сюжета и диалогов не говно почему она мне сейчас не подсвечивает что у меня что-то новое есть каких-то слотах потому что у меня явно есть какая-то там футболка новая кровавая свинка идеально надо поехали там опять что-то пингуется но афиг и там что-то пингуется какой-то череп так дайте я посмотрю что за череп хотя отсюда не поднимусь это наверное так но какого хрена тип а тип а а а а а а Не, ну это, конечно, хорошо, но я туда не поднимаюсь с этой стороны, действительно. Ну, хотя... Обезвредите всех врагов. Там камера какая-то вообще. Там еще чувак. Как дофига здесь врагов. Наверное, я просто хотела тебя впечатлить. О, он впечатлил меня, хорошо, с этой ступидотой. Теперь мы сможем найти какую-то помощь. Ты ловец или что? Так, один цепь опять. А, я думаю, ему нужно измыкание. А мне нужно хил. Ок. У меня тоже есть дробовик. Слыха. А, он сквозь стену меня пытается стрелять. Может быть. Он вяжел. Это нехорошо. Ммм. Не мканье. Падай. Вниз падай. Да. Надеюсь, есть урон падения. В этих ситуациях. Я так же надеюсь, что я когда-нибудь буду попадать. Ну, видимо, не сегодня. Удачи с этим. Сколько вас там? Блин, почему? Оно иногда как-то жрет инпут, и я кликаю гранату, а она не кидается. И потом она кидается, типа, со второго или третьего клика только. Пока что я обещу все, что здесь. Проблема в том, что здесь ничего прям особо полезного нет. Это радио, которое можно выключить или что-то подобное. Ладно. Ладно. Чего? У них 48? Да, у меня 48. Хорошо. Хорошо и полезно. Когда хилок достаточно. Идеально. А если бы я играл с русской озвучкой, то... То мы бы не знали, что это злые русские. Ну давай, выходи, циклос. Ага, там чувак. Как-то перелет. Че, ты высовываешься? И сколько вас вообще здесь? Столько. Ясно. Ну, получен новый предмет за задание. Видимо. Ну, допустим. Так, и теперь 15 часов лут этих всех. И все остальное, что тут есть. Спутниковая тарелка. Запрос. Показывает подключенных врагов устройств. Надо, наверное, этим чаще пользоваться. Что-то он пока шикарен. Вблизи. Слегка. На дистанции он мало что делает. Это проблема всех РПГ. Дарксоулс существует и он РПГ. Так что нет. Я могу это вы... Да, я могу это выключить. Потому что оно еще не все сломано, удивительно. Окей. Стелус сделан и через жопу отправляем всех РПГ. Ну, тогда. Технически иммерсив симы РПГ. То есть Дисонард, Диаос, Аксо и все там подобное. И там все нормально со стеусом. Ну, настолько нормально, насколько оно может быть нормально вообще. Типа на уровне стеус игр полноценных. Ладно, есть где-то еще что-то еще. Не вижу. Делаю себе боевка такая себе. Лучше, чем тут. В любом Диаосе, даже в самом первом. Сообщение. Не могу я эти ворота открыть? Ведь меня-то. Ну, ладно. рандомный сайт-квест сделан круто 500 метров поехали надо посмотреть что я насобирал с этих чуваков потому что может быть там какой-нибудь интересный лут наш что-то синее там было может быть не только не только синяя или не только что-то ну ладно а мне нужно быть под землей ясно так совсем ясно тут был код где-то низкополигональный он тут все еще есть он все еще низкополигональный или это был какой-то рандомный код который тут иногда есть я ну там это ских если тя arrivé поехали это верно хм-хм они используют для меня leading Погналы? Продолжение следует... Продолжение следует... Про кого еще? Нам трейлеры все это предсказали еще год назад. Идеально. Почему новая зона, если здесь уже был? Диплом. Ок. Он еще и боксер. Что? Ну тут подсвечиваю только что. Что? Отвлечение врагов. Ясно. Ничто это полезно. Я могу посмотреть, что у него тут пишется. Продолжение следует... Ага. ну ладно плюс квест если у него что-нибудь новое интересно или старое интересно тут одна ячейка которая автоматическая подсветка врагов которые меня заметили смарт-линк может быть но на него не хватает денег и может быть уровня по крайней мере на некоторые из них на что мне хватает когда мало здоровья когда она установлена слез при обезвреживании продлевает взлом протокола это может быть чуть полезно я не уверен тут ничего нет тут есть целиться и стрелять во время уклонения замедление времени во время уклонения после блока прицеливания или атаки во время скольжения и уклонения интересно плюс 20 брони и видео до этого плюс 200 брони правильно это наверное было бы неплохо тут ни на что не хватает 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 это вероятность крита это тоже в глаза в этом слота нет в итоге я получил чуть-чуть экспи за то что отдал ему долг норм что я в итоге из тех чуваков на лутом никаких шапок никаких курток никаких очков ничего здесь никого богомола нет или они не тут устанавливается не знаю там либо нет либо не хватает уровня это лучше поди фанс нормальный по фэшна ботинки вряд ли я найду лучше в ближайшее время учитывая что у меня легендарный оружие которая как всегда не не сортируется нет ни по цене по типу ну ладно револьверов нет дробовики есть более более хороший такой же но более хороший термический урон вместо электрического и все есть какой-то вообще крутой дробовик на на который мне не хватает уровня силы но он не сильно лучше так что наверное пофиг окей ну иду с волка на это но этот раш и в третий слот мне не нравятся эти бёрстовые винтовки почему она блин на ней нигде не написано типа эта винтовка стреляет отсечкой по 3 можно это где-то написать каким-то образом видимо это слишком сложно ну вот есть 99 1 99 8 все по сути остальное разбирать а но стой нужно снять прицел на него мне не было там прицел когда не нужно ок глушитель на винтовке наш не нужен на дробовик только прицел ставится и он там не особенно полезен сейчас можно такой клемматор поставить это немножко получше может быть хоть и я разбираю это все пулемет это же разбираю потому что силу я в ближайшее время не хочу качать ну и пулемет это не то что мне особо интересно на всякий случай старый дробовик оставлю нет блин я случайно разобрал смарт-пистолет это было не очень хорошо надо и новые уровни дробовики вообще от чего от силы кстати как раз качаются уничтожения но я не уверен мне кажется как бы в данный момент дробовики неплохо себя показывает на ближних дистанциях но мне кажется не особенно хочу быть на ближних дистанциях большую часть времени так что может быть пистолет все-таки лучше ну или качать и то и то просто пистолет и дробовики хорошее сочетание оружия необычные скрипты можно посмотреть крафт всякий то есть выучить это пусть будет я продолжу качать урон пистолетов или что не с этим связано я вкачаю еще реакцию или что я могу скрафтить револьвер попробовать и у него будет 97 урона в секунду а у моего текущего 59 урона в секунду то есть вот еще в чем разница у меня довольно трещевый револьвер но можно скрафтить новый он будет зеленым и у него будут какие-то бонус к урону гол и что я получил в итоге охрана знает она не пишет вообще у него 78 урона по дефолту а у того что я скрафтил 97 и электрический урон у моего тоже 25 30 у этого тридцать один 37 и двойной урон отчетов но это тут опять же тоже самое ушах сильный режет урон может быть стоит без него все-таки а это разобрать плюс я могу улучшать шмот правильно или не любой шмот ну да могу на это уходит всякие материалы но у него будет 104 урона уже лучше можно на улучшать от костюм чтобы он все еще был самым крутым но не на легендарный кстати нужно дохрена на улучшение 60 и 45 на это нужно 20 и 15 так что пару раз вопнуть вполне можно а вывести уровень чтобы лучше этот предмет блин почему тут не написан уровень предмета нигде почему тут не написан урон предмета на самом предмете в том плане что вот в этой менюшке почему тут только иконка количество патронов у меня что совершенно никакой роли не играет пока когда я выбираю оружие и все его редкость это не мимо в плане и томизации от мимо причем очень трашивая только еще из абсолютно ужасным интерфейсом забью сиди project всегда говеный интерфейс на релизе сколько лет прошло с релиза третьего ведьмака он там все еще не изобильное говно так что не знаю что там насчет на релизе да ладно что мне пока что осталось добраться до места но это где-то далеко а это где ай нет карта а это кстати довольно близко но наверное туда мы пойдем следующий раз будем разбираться там что там происходит что вообще поблизости кстати ведь сама от можно что не продать или оставить купить медицинские товары расслабиться и выпить здесь что то есть там оружие оружие ближнего боя хочу больше магазинов с вашим здесь вы живете ладно неважно в общем да в следующий раз будем что-нибудь делать проходить мейн квест проходить сайт квесты покупать fashion разбираться еще с чем-нибудь но на сегодня я на этом закончу а сам этот следующий раз наверное в понедельник и будем надеяться что какой-нибудь патч выйдет к тому моменту и в нем что-нибудь улучшит типа например добавить возможность выключить темп рауку не через редактирование экзешника и вместо этого включить какой-нибудь fx а чтобы она не настолько вырвеглазным было но но и не настолько вырвеглазным как с темп оралкой а или может быть даже производительность немножко улучшит но на это я как-то особо не надеюсь а случайно это убегать а ну да в общем будем надеяться что что-нибудь что-нибудь как-нибудь улучшится но пока что на сегодня этом все я надеюсь вам понравился от стрим спасибо за просмотр с вами бываемся пока